пришли провожать. Ну что ж, пришло время покидать Мехико-Сити. Я, конечно, обрыдалась в такси, очень я привязалась к собакенам, с которыми две недели мы жили вместе. Мехико-Сити вообще, конечно, шикарное место, и я уверена, что я еще вернусь, мне очень понравилось, было мега-мега-мега круто. Но время двигаться дальше, и, собственно говоря, вот я уже еду в автобусе в направлении Пуэблы. Дорога занимает примерно два часа, из которых час мы стояли в пробке. Вот это видео выглядит практически как слоумо, но на самом деле просто очень медленно движется автобус. Я постаралась все снимать по дороге, потому что мне кажется, что Мексика выглядит очень колоритно, особенно все, что не в центре города. Центр города очень похож на обычный европейский город, но стоит немножечко отдалиться, и картинка сразу же меняется, становится гораздо интереснее. Вообще, дорога мне очень понравилась. Показывали кино, к сожалению, моему сожалению, на испанском языке, так что я особо ничего не понимала, но ничего. Время пролетело очень быстро, автобус комфортабельный. Правда, обещали, что там будут розетки, телевизоры. У каждого не один на весь автобус, а как в самолетах у каждого кресла. И вай-фай тоже был обещан, но, по сути, ничего такого там не было. Розетки были, но они не работали. Так что, в общем, не беда, потому что, как я уже сказала, дорога занимает всего два часа. И на самом деле, поскольку для меня это было первый раз, передвижение в каких-то новых местах, и видно, какая красота открывалась за окном. Так что, вид из окна был гораздо круче любого фильма. Вот, я предположила, что именно Пуэбло видно. Вот такой вот цветастый городочек, потому что Пуэбло знаменитый тем, что все дома в ней разноцветные. Возможно, это Пуэбло, но вряд ли, потому что это было очень близко к Мехико-сити. То есть мы буквально отъехали. Вот опять эффект слоумо, то есть мы все еще тянемся в пробке, которая была первый час езды от Мехико. Потом, когда пробка закончилась, начался бесконечно длинный лес. Где-то, наверное, час мы поднимались в гору, постоянно закладывала уши. То есть мы то поднимались, то спускались. Но, правда, пейзаж просто шикарный. Честно говоря, мне очень хотелось спать, но как тут поспишь, как-то за окном такая красота. Вот какая-то канатная дорога, даже непонятно. Вроде бы совершенно обычный район, непримечательный, но, видимо, что-то там есть. Вот мы уже начинаем подъем. Почему-то я практически не сняла именно лесную часть дороги. Видимо, была уж слишком очарована пейзажами. Такая вот красота. Так, я приехала в Куэблу. Сейчас иду к своему такси. Убер стоит до центра города, где я остановилась. Сто песо. Это около пяти долларов. Вот, осталось только найти мой Uber. Короче, здесь не так-то просто найти свое такси туда, куда я его вызвала. Оно приехать не может, потому что я точку поставила прямо там, где терминал. Вот, повсюду предлагают такси. Не хотят показывать дорогу, но я справилась. Тут уже колоритненько. Колорит, колорит. Так, ну вот, спустя довольно продолжительное время я, наконец-то, нашла свое такси. Оказывается, водителям Uber нельзя заезжать туда, где могут заехать обычные местные такси. Но я предпочитаю в Мексике пользоваться именно Uber, так как он самый безопасный, надежный. Ты точно знаешь, сколько ты заплатишь. И водители очень ценят свой рейтинг, поэтому все очень милые и приветливые. Ну и вот, собственно, уже и началась Пуэбла. Такая вот очаровательная обстановка. В Пуэбле была тоже небольшая пробка, поэтому мне удалось поснимать просто прохожих. Стены города, магазины. Вообще, Пуэбла на 90% состоит из магазинов, особенно ее центральная часть. Но пока что вот я двигаюсь по пригороду. То есть эта часть, это еще не центр, это, скажем так, такие более жилые, неисторические районы. Хотя назвать их неисторическими довольно сложно, потому что вообще историей, по-моему, здесь пропитано все. Очень мне нравится архитектура местная, простые люди. Я бы сказала, что Пуэбла – это местная деревушка. Так. Вход через магазин. Так, мое новое жилище. Мой новый офис. И самое прекрасное, как всегда, это балкон. Такой вот прекрасный городочек. Сейчас пойду гулять, изучать. Это маленькая пробка, немножко шумно. Но посмотрим. Пока что мне все нравится. Такая небольшая комнатушка. Я решила в Мамбрии долго не зависать. И отправилась прогуляться в центр города. Благо, живу я в самом центре. Так что все очень рядышком. Я просто в Синтоке. Я не ожидала, что Пуэбла – это огромный рынок. Просто я уже по нескольким улицам прошлась. И здесь хотя бы людей чуть поменьше. На других просто не протолкнуться. Все брут. Очень странные ощущения. Везде какая-то музыка, что-то куда-то зазывают. Короче, и всякое китайское говно продается. Местный рыбный рынок. Какие-то белые креветки. Я таких никогда не видела. Запашок здесь, конечно, волшебный. Просто не город, а сплошной рынок. Устрицы мешками. Интересно, кто их покупает. Раки. 60 песо за кило. Килограмм раков в 3 доллара. Может, и побалуюсь сюда раками-баринами. Я надеялась, что здесь рыбку жарят, но нет. Блин, где же тут ресторанчик? Я так хочу есть. Блин, я очень голодная. Блин, мне нигде не нравится. Что делать? Вот такую красоту. Мне принесли, аж трудно говорить. Слюнки мешают. Ничего себе. Тут прям все, что хочешь. 130 песо стоит. Это 5-6. 6,5 долларов. Она просто огромная. Это торель. Целый тазик супа. И вот такой вот коктейль за 3 доллара с креветочками. Ну, понеслась. Рынок потихонечку закрывается. Остаются вот такие вот мешки с кишками. Уходу в городе нету котов. Иначе бы они здесь тусовались. Так, ну пока я посидела, покушала, стало как-то полегче передвигаться. Все поутихло. Рыба, конечно, здесь не самая свежая. По крайней мере, в этом кафе, где я кушала. Явно по вкусу она не особо свежак. Но было вкусно. Я так наелась, что теперь хочу спать. Так что, наверное, пойду я в свой Airbnb. Немножко отдохну с дороги. Блин, здесь просто ужасно пахнет. Видимо, из этих луж. Фу, просто. Блин, просто нереально. Таким прям говном рыбным. Я решила прогуляться по вечернему Пуэбло. Куча кафеш, куча народу. Сегодня суббота, живая музыка. Как всегда. Такой вот волшебный выдался денечек. Я, правда, очень устала. Гуляю из последних сил. Так что пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова